Итак, всем привет, с вами Вау Михайловский, и сегодня я буду играть неожиданно против Бэт Харма из сериала Ход Королева. Ну, конечно, не с реальной героиней, я думаю, никто, наверное, такое особо подумать не мог. А Чистком давали такую интересную функцию, они добавили различных шахматных ботов, которые взяты с реальных людей. Как видим, многие, в том числе тут есть, например, Накамура, и я попробовал поиграть с Накамурой. И могу сказать, что его игра действительно и по дебюту, и по игре похожа на него, и не чувствуется, что это играет компьютер. То есть, как будто играешь с реальным человеком. Кстати, если вам было бы интересно увидеть видосик, или, может быть, даже матч сделать, как я играю против Накамура, пишите об этом в комментариях. Ну, а сегодня мы поиграем против Бэт Хармана, она представлена тут в разных возрастах. Это 8 лет, когда он только начинал, 9 лет, 10 лет, 15 лет, 1880, когда у него рейтинг. 17 лет, когда уже 2 400, ну и, наконец, 20 и 22 года, когда она вообще там уже чуть ли не чемпионкой мира стала, можно сказать, и всех обыгрывала. Сегодня с первыми тремя я попробовал поиграть, ну, как-то совсем неинтересно, совсем неплохо играют. Давайте попробуем сегодня поиграть против Бэт Хармана, которой 15 лет, у нее рейтинг 1880, и она пришла как раз на чемпионат Кентукки. Поехали играть! Пишите ваше мнение в комментариях, интересно ли вам что-то подобное, интересно ли вам увидеть еще другие части видео, где я буду играть против Бэт, который уже будет старше и сильнее. Давайте, что она мне пишет, интересно. Да, вот так же во время партии с нами общается, иногда просто, иногда по теме партии, что происходит на доске. В общем, довольно интересно, мне кажется, сделать ческом. Я хотел бы играть, прошло много времени, с тех пор, как я могла играть в игры. Вот так вот. Так, ну погнали. Е4 играю я белыми. Тоже она сыграет социальянская защита. Давайте Гамбит Мора. Ну, Гамбит Мора против Бэт Хармана. Грех не сыграть. Так, а это она, говорится, вроде я уже что-то где-то видела, да? Так, играет она отказан Гамбит Мора. В принципе, не в 6. Окей, давайте пока Коня в 3. Он тут пойдет у меня на С4. Да, кстати, так же, то есть боты, они не просто, они не только в силу игры играют, как с тем, кем они представлены. Они еще и, как я понял, копируют дебютный репертуар, например. Ну, классно сделано. Я когда увидел, мне очень понравилась эта штука. Ну, что-то подобное я уже где-то видел когда-то, но прям так вот особо нет. Так, ну пока мы играем дебют, нормально расставляемся. H3. Не хотел, где-то С4. Давайте пока Коня в 3. Нападаю на пешку. Д5, в котором, видимо, да, приходится играть на Е5. Ну и поприятнее позицию у белых. Неплохо играет, надо так сказать. Но если вы помните, она в сериале, такой небольшой спойлер, но я думаю, не смертельный, она на чемпионат Кентукки. Я думаю, те, кто хотел посмотреть, уже, наверное, посмотрели многие. Она пришла на чемпионат Кентукки и просто всех там разорвала. Так что она, как бы, скорее уже сильнее этого рейтинга играет. Вот посмотрим, удастся ли мне обыграть ее хотя бы. Конечно, чем дальше, я думаю, тем будет сложнее. Так, Конь Д6. Да, давайте Ферзь Д3. Отправился Эйв вперед. Так, если Ев забрать. Да, нет тут ограничения времени, на самом деле, поэтому можно немножко подумать. Но затягивать я не хочу, поэтому прям долго думать я, конечно, не буду. Так, можно Ев забрать, можно просто Коньев 5. Ну, Ев забрали. Это жертва фигура. Любопытно. Ну ладно, не хочу, давайте Коньев 5. Не хочу считать, попробуем переиграть на классе, на опыте. Все-таки 15 лет ей. Я чуть постарше буду. Будем надеяться, что какой-то опыт у меня есть, и он мне поможет. Так, ну, бью на Е7. И хотел я побить на Ф6, но, как казалось, я ничего не выиграю тогда. Печально, на самом деле. Давайте лазю пока, так я подведу по центру. Опять же, позицию белых, я думаю, все еще явно должно быть приятнее. Забрали, забрали. И что у нас тут происходит? Забрали, забрали. Так, лазей 5. Да, я скажу, на самом деле, это второй дубль. Первый дубль. Я хотел записать, и у меня проходила такая яркая атака. Но неожиданно, в какой-то момент у меня скачала мышка, и я подставил ферзя. Это было немножко досадно. Потому что эта партия получается как-то чуть поскушнее, чем предыдущая. Ну, чего поделать. Жизнь жестока, бывает иногда. Так. Хотя Е6, наверное, как-то посимпатичнее. Как же ее обыграть-то, а? Что ж она так сопротивляется? Ее просто-то... Давайте ладья Д3 пока поставил, заблокировал пешку. Туда. Так, можно пойти ладья Е4. И она контратакует. Не хочет она защищать пешку, она идет в контратаку. Ну, похоже на Бетхармон, похоже, скажу я вам. Ладно, Ф3. Пешком опасно, наверное, бить на Д4. Туда король ушел пока. И вот так вот. Ничего себе. А в чем прикол? Блин, она, кстати, тут говорит. Фразы периодически я как-то это немножко пропустил. Хотя это тоже довольно интересно. Давайте сейчас попробую поймать, если будет еще какая-то фраза. Так, ну что, я пешку отжал. А компенсации не видно. Не видно, по-моему. Так, довольно оптимистично занесли черное, я бы сказал. Довольно оптимистично. Так, кстати, если я бью ладья Д4, то, вероятно, получу ладья Иф3 тактику. Поэтому давайте я эту ладью лучше заберу на Д4, пожалуй. Так, ладья пошла куда-то далеко. Это для меня хорошо. Давайте А4 на А2 отдавать не хочу. Так, закрылся пока фержа 3. Размена ферзя меня, конечно, уже устраивает. Но черных вообще устраивать не должен. Так, вот, вот, кстати, говорит, что она говорит у нас любопытно. Я это допустила. Мне не нужна моя королева, чтобы выиграть это место. А, эту позицию, вот, позицию. Да-да-да, конечно, не нужна тебе эта королева. Да-да. Сейчас проверим, как не нужна. Такс. Блин, странно себя чувствую, разговариваю с ботом. Ну, 21 век. Садила. 21 век на дворе. Так, давайте А4 пока сыграл. Туда. Можно А5. Можно... Да, просто забрал, разменялся. Позиция технически выигранная, естественно. Так, забрал еще сюда. Роль отрезан у черных. А, она опять что-то говорила, но это пропало. Жаль. Ладно, давайте просто А, Б, Ф4. Пешка отправляется вперед. Ну, и понятно, что тут у нас уже дело техники. Наверное, не самый сложный. Эту позицию выиграть. Так, Ф6. Хочу Ж6 уже. Так, тут в главное Ж6 не пойти, потому что получу Ладежи 5, Ладежи 6. Поэтому пока что играю Король Ф4. Да. Так, ну, самое простое Ж6 выглядит. Шах, Король Е5. Так, что говоришь у нас? Смотрите, со смайликом даже. Вот так вот. Интересно. Я иду за парой или просто пытаюсь спровоцировать слабость? Не знаю, не знаю. Это к тебе вопрос. Так, Король Д4. Король Е3. И сюда. Так, ну, самое простое, наверное, Ладю поставить на Аш7. И потом просто Ф7. Да, уже выигрываю я Ладю. Так. Собрали. Да, ну, и это уже совсем все понятно. Ну, сдаваться. Сдаваться она не сдается. Короля ронять не хочет, как в сериале. Ну, значит, поставим мат. В принципе, я думаю, справлюсь как-нибудь. Так, Шахидзе. 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 И Матидзе. Победа! И Ова. Который смог. Чистос, он пишет, что у меня была одна ошибка. И один зевок. Пистяще. Да, но эта партия получилась не такая веселая, как я сказал, как пытался записать прошлую. Ну, что пойдет, тоже неплохо. Я никогда раньше не проигрывал о серьезных партии. Давай сыграем еще раз. Говорит мне она. Нет, Бэт Харман, давай-ка, наверное, не будем. Давайте мы сегодня на этом это видео закончим. Если вам понравилось видео, вы можете подержать его лайками, подписками на канал. Спонсорскими подписками. Буду вам очень благодарен. Пишите ваше мнение. Хотите ли вы видеть следующие части, где я буду играть с Бэт Харман, который уже сильнее играет. То есть, как вы видели, там есть которые 20 лет, там 22, у которых уже рейтинг, как пишут, 2400, 2500, 2700. Все-таки у этой 1900 был рейтинг, да, но партия получилась забавная. Вообще так непривычно, конечно, но и не чувствуется, что играешь с компьютером, что приятно. Поэтому как-то так. Ладно, в общем, спасибо всем, кто смотрел. И всем пока. До новых встреч. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok